она еще на этом на даре нет она на дэнди была у нас называлась по-моему urban strike выходила под названием нет ни по-другому как там не сбоку дает полетик летает да ну какой-то страйк короче его обозвали китайцы а страйков то вообще 4 серии 4 но если nuclear strike считать то 4 получается вот я nuclear не знал почему знал вот эти сеговские и совет а то до 5 до 5 так ты перезапустила но он стрим не пи а до 3 а то кстати говоря ровно прям в час уложился с этим руку прям четко вы раньше пробовали свои названия играм придумывать когда не знали как их читать на китайском я не знал тогда и как на английском читать я придумал мы сестрой и супер контру просто называли дядьки но те же те же батл сити тупо называли танчики ну да поэтому всех приелось и потом начали все называть не ну когда у меня появился я уж так более-менее шарил английский букв так что проблем вроде не был нам до всех чубриков когда понял спасти но такая я говорю от арифская тема можно не стали хитро может бомбуку не сбрасывать можно это там не надо было возможно можно как земли не залетает да сейчас и жди версии есть игры но нам конечно уж совсем другому все но прикольный жизнь какая-то вот тут миссии интересно чего не знаю сектор 1 уровень 1 охренеть тут еще несколько секторов сейчас ты продержишь это печально как но печально серьезно вот время босс был в аркануне туда был уже на уровне действия тут есть я думаю вот у кого-то эйр вульф был на карта же написан с этой игрой как только не взывали ну-ка я интересно сейчас смотри чем не выпадет на геймдире вот мне сразу нормально гроза пол джурасик парк чё ненормального то на геймдире а чё она фиговая там это разве не то же самое что на нас возможно а чё на нас фиговая игра нет ну просто и дело скидку машин геймдир на нас она довольно непростая сейчас обновлю wrestling global gladiator power drive они там какая-то бегалка на геймдире звук вот мега мега мэн выпал мне нормальный игровой подарки геймдире ну как вертолета нормально ну и какая-то самая ты хоть один уровень пройди но мне power ranger выпали на геймдире ваще я бы так я бы играл сыночь ну так садись играй ну зачем я тут занят ну так тут-то хоть музыку есть тут есть world-class leaderboard как думаете о чем играть вот а в принципе борджа я посмотрим нифига это больше world-class leaderboard maiden 96 морал к чест мастер вот интересно в чест мастер если выпадет как там расценди 1 1 партия вряд ли там есть какие-то уровни под уровнем да не найдем один раз выиграла все это кто знает что кто не знает торгей торгей на геймдире на вообще уже фантом казмане блин невральской чувачки выходит в тюрьму блин ты чермашек в тюрьму отвозишь посольство а тут карта с уровнями блин да олимпийские зимние игры лили хайм нб а джем нб а джем нб а джем на геймдире кричка поэтому тут не обязательно всех спасать нет определенное количество спасти там снизу написано сколько надо а сверху сколько есть так слушайте может реально чтобы время не тратить тупо приписывать ему час ко времени кайку час рерол делает весьму не нравится ну это как-то скушно как же мучение ну да я но можно принципе если там ну хотя бы минут 40 играл на участку просто в рамках конкретно этого соревнования нет смысле вот этого себе челлендж уж здесь нас соревнований лапах скажешь как по правилам задумано ладно так уже оба кого с дождем она приносит интересный вред все приносит вред даже птицами здесь омолон мба 5 млб пей бейсбол дэвил лишь вот твоя игра выпала дэвил лишь но то где-то у нас геймгер спайдермен ретернулся вот а мне тэйл sky patrol выпал вот эксклюзив для геймгер не знаю меня играть хорошую падать в принципе есть не считать всякие спортивные ниндзя гайден можно вешаться геймгере заиграть не нхл том и джерри короче у тебя просто какая-то карма своя чего что ли ради интереса вопрос по поводу рерола да нет час рерол работает на первой консоли потому что не может рерол до бесконечно сделать ну должна быть какая-то это самое ограничитель а то можно было тупо так сидеть и реролить пока у тебя там очень хороший выпадет так можно двое суток или быть конечно лучше называть это откатом потому что рерол отцепки на конус к путке пойдут потом откат на никуда пока первую платформу просто игру ты из маджонг окей пойду и спайдер мэн и стира и дабл драгон но он первый ну да но он там чисто по по-моему как на месте он жаровской любимый x-men mojo world на отступаю два ока слов лежи не стали микки маус вообще классно играть как не знаю насколько на классными геймгере я видимо себя плохо в этом году вел мне выпал world series бейсбол 95 не знаю может есть спортивных можно еще в гольф поиграть сломал короче гормича в генгире выпала офигенная игра название гриффин да я даже ради интереса прогуглю что это за игра а мне какой-то поп-брейкер выпал ломатель поп гриффин к сожалению это не питер нет это грифон в одной серии питер гриффин забыл свое имя в больнице какой-то и там посмотрел пик там это горох лежит кир такой слезу увидел потом грифонов я такой грифон а ты видел как он забыл как садится на стул тупо прыгнул развалил сам корки доходные хороший сериал дала ну его же воскресили да ладно не столько раз умирали уже так что на это понимание мучить ладно посмотри сколько раз кейни умирал на он тот же самый кейни в каждой серии в одной серии про супергероев он даже говорил то что у меня кажется реально суперспособность я умираю вы ничего не помните думайте что жив остались до игру на как мы куда на все на все на все платформы троси судьбы что-то такое типа по 8 колец на палка судьбы такая рпг-ха да что-то типа что-то тип но то что что-то типа того что пение аркет недавно выпускали относительно недавно я был типа пародия на рпг я южный парк уже давно не смотрю года три-четыре что-то как-то все хочу серии про черную пятницу посмотреть а такая ну да я видел кстати пока я просто первый посмотрел остальные 2 еще нет да так что так сделано как аватар игра престолов там еще пародия это все еще первый уровень идет 1 3 за какую страну ты играешь вот как бы 1 на все планете нас одна страна сша четыре баллы сквозь дом нельзя она ждать какой дом игролька то вроде ничего говорить так сколько мне уровней смотреть я вот не нашел на вики не написано да вам прочь на ю тубе найти но я вот на ю тюбе сейчас смотрю тут полных прохождений тоже нет как ни странно генгири господи их там несколько частей это даже это какой какая часть то 3 3 да на цифру 3 везет в the mortal kombat 3 то теперь это 3 да в общем нет тут определенного количества уровня написанными ну это я бы не радовался на твоем месте есть там барроли есть вот так подожди вот я нашел пять уровней здесь на пятнадцатом этих форме короче 5 до 5 островов короче здесь ты сейчас на втором принципе можно вот тут пузов начинает надирать твоей массовкой вот так точно不起 да это самолёчки этот какой-то с упал ой ну на помощь они увидели целых три игры на гейнгер уже день не зря прошел вечер хочется верить что в их всего три ну ты не боишься я думаю говорю уверен что всех ждет такая же веселух конечно надо было бы наверное м кошки остановиться попробуйте добить да не так рассуждать то может был и босс последнего в принципе он неплохо десрой да нет игра хотя бы с паролями хотя можно если наш все не получится потом продолжить ну так хватит надо добить 5 островов но я надеюсь ты сегодня еще и мегадрайв затронуешь ну как если полчаса первая будет то за него дать нежно потому что я скоро пойду а приду через пару часов купила себе кстати американскую sego genesis и конечно на века плавили жирный такой пластик ну в отличие от наших и китайских даже от японской вообще небо и земля там еще всякие радиаторы внутри понапихали тяжелые радиаторы не умирать охладители железные а ткани в каждой да я ну в дэнди же той же стояла просто платка обычная а там нас это гигантский это тостер у меня японочка тоже лежит друг подарил что пономне поются 40 ракеты здесь если они тоже стреляют по прямой он сильнее бил Может, будут какие-нибудь особые враги. Ещё один вертолёт привыкли. Угу. Злодей. Кто будет отнимать меня? Злой вертолёт. Сверхтиды так вот. Со скалом. А, вот, кстати, Нолик спрашивает, а если выпадет хардкор в мегадрайве, какую ему регион выбрать? Любой, какой хочешь. То есть можно заведомо... Ну, японская она заведомо упрощённая, там три ударки даётся, а в американских ты с первого умираешь. Не-не, это всё равно. Ну, это уже не наша проблема, то, что так сделано. А уж выбирайте. И та, и другая, это официальные версии. Если ты в курсе об особенностях какого-то региона, то ты можешь в свою пользу выбрать тот или иной. Не знаю, какую, европейскую, американскую, выходил, где с удовольствием убивает. Это американская там. Чё ж внутри-то? Я бы тоже выбрал японскую. Ну, понятно, там хотя бы... Углодрайва уже нету. Ммм, да как сказать... Ну, по крайней мере, японскую, вот не знаю, мы играли в нем... Потому что я, как всегда, играл в японскую, она мне никогда сложная, я не казался. Поэтому, когда мы потом говорили, что, блин, игра сложная, я думал... Какой нахрен сложно. В том, я узнал... А вот смотрите, еще один такой вопрос, я надрел. А вот, если хардкорс выйдет, какую концовку проходить? Можно ведь самую... Кроме, наверное, секретной этой... Самую тупорельную? Ну, а почему же она тоже концовка официальная, одна есть? Ну, это уже, считай, и так игра. Ну, это, конечно, тоже уже не наша проблема. Это хороший, да, это хороший вопрос. Это... Это один из вариантов. Я бы тоже самую мелкую прошел, спокойно дальше полетел. Ну, блин, надо решать. Наверное, все-таки да, наверное, все-таки так можно, потому что... Ну, блин, там же титры даже идут. Ну, как? Ну, я тоже думаю. Ты за своим взорвал! Чего? Клсик своих взорвал бомбой. Да, не страшно рискнуть. Ладно, я тогда отойду, через пару часов приду, надеюсь, ты еще будешь играть. Там уже на любой платформе. Да, не, лучше... Ну, хотя на другой. Меня уже сгоняет. Ладно, думаю, мегадрайв сегодня еще зацепишь. Так что ладно. На данный момент всем пока. Ну, давай, выходи. Пока. Давай, да. Враги не появляются, когда умираешь. Некоторые ток. Некоторые ток. Некоторые ток. Ага, нас гейммм, надо гейммфак скорой. Ага, нас гейммм, надо гейммфак скорой. Плёж панул начел. Не, ну нафиг, панул, подожди, ты до какого дошел до уровня? 2121 доча сброс не пойдут есть на 2 2 2 1 как он прошел 2 2 1 только начал не врук 2 2 2 сбрасывающих плантерская ким заказать пароль появляется что-то заметил после миссии я очень сомневаюсь что на геймфакс пароль отличается того что в игре дается и смешу здесь что-то в них сохраняется да тут ничего не может сохранять единство максимум оружия просто приходит на уровень тем более количество контов пароли это вообще бред какой-то смысл если ты можешь начать все равно с помощью того же контрастного уровня ну чтобы каждый раз не уладить наверно ну единственное как швы так же 5 жизнь дает как у обычных в мастике все-таки легче летать чем на пистовине в мастике в мастике в мастике в мастике Продолжение следует... Я так молодец, пароли не после каждого уровня даются. Мне подсказывают... Подсказывают сектор. Почему-то они вот на GameFacts, они... 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 4, то есть... Не после первого, а после второго. А! Слоп! После прохождения первого уровня, в каждом секторе даются... Вот так он. Предтакой, ну ладно. Допустим. Очень темно, после турнира же пароль на этот участок, когда его дадут, надо посмотреть, просто сравнить. Ты сомневаешься, что он отличаться будет? Да может, не знаю, что жизнь сохраняется. Чем что в жизни есть, столько его... Будешь играть. Ну вот, когда проигрываешь, у тебя континент тратится, у тебя жизнь обратно же восстанавливается. Ну да. Ой, блин, какая разница. Зачем тогда это сохранять? Ты же не можешь там больше, чем тебе дается набрать. Форматологичка из скайпа улетел куда-то. Да, он отошел. Не, он вошел, выкинул. Жестоко. Беспощадно. Деньги не щадить никого. Ай, не расстреливай мужиков. Уже это в поле их ограниченное количество, если все... Ну... Ну да, тут дается бонус, наверное, что в пять. Да, селишних убийц. Бен, они дебилы, еще такие, они бегают прямо рядом с этим, с врагом. С муглицей какие-то. Без цен 그. Без ценника. Без ценников. Ага. план ничего у меня начи на этом на гаунд эти когда нас было первым тоже откатов много было потом я все ночью пояс меня на не сначала выпал что не там выпал какой-то wrestling по моему не помню потом был байбл адвенча повезло потом был какой-то этот глоб тропер с эти баскетбол которыми должны заработал непонятно чтобы потом наконец-то выпало это как он назывался игра ты японская я всю ночь я проходил закончил так что все бывает носа с 8-битными платформами это конечно натяжка там шансов больше нарваться на что такое тяжеленькое японскую бродил но остановся из-за того что не хватает там тот же mortal ну блин на мега драйве тот же mortal 3 пройти не проблема эту тут поливом геморрой такой мы начинают их от носи хоть сразу чтобы не терять я так и делаешь но хоть дизель никакого я в детстве на мега драйве не понимал что делать вот на спектр не играл слушай дэвлин какая разница сколько у тебя контов если у тебя пароли есть не все ли равно если все ромашь каждый раз пароль вводить и начинать с того же уровня я вообще не понимаю игры где делают конты пароли одновременно я смысл в этом не вижу то есть пароль это и есть скон зачем при этом еще раненые нет после понятно чем нужны они будут вот 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 Машинку лошадь. Разговариваем. Машинку лошадь. Да какая разница, что ты мысль не можешь выразить. Мысль-то в том, что при наличии паролей, неважно сколько у тебя контов, даже если там 20 у тебя будет, какая разница. Даже если у тебя один конд остается, ты можешь просто, ну не знаю, еще раз ресетнуть игру и ввести этот пароль. То же самое, что ты этот конд используешь. Все равно. Да, я сейчас пароль дали где? Я. Да. Блин, когда их дают-то? Мне даже просто первой миссии, наверное. Мяу, у тебя должны были дать, оборот, на старт нажать какой-нибудь. Нет, только пауза. Блин, а где их дают-то? Пауза. Что-то я не понял. 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 Сейчас симуляция восходная. Не, ну если эмулируется, то можно будет со временем добавить. Что-то это капком. Это игровой автомат или капком Play System. Это аркада. Это какая-то аркада. аркадка какая-то аркадка силу сатурн сега сатурн короче эмулируется короче и кьючук давай хотелось бы скилами по филосторам челлендить этот списочек а что-то никто не хочет всем нас всем плевать немножко да демон слэр данк мы все еще здесь однако с тех пор как ты уходил и по-моему уже две игры сменилось но 3 до галстуков уносит но не назрела много всякой фигни диджитал dream wave еще может попасть где под музыку надо глюки на экране происходило блин я не могу понять делать игре пароль дает какой момент тебе датка то кстати еще 20 минут если вдруг надо купить так она бы быстро есть на уровень 3 ой 2 3 пароль но я чё-то хникал детьми удаю может все таки за бонусы тебе попроси больше солдат получи пароль ну ты хоть раз видел чтоб тебе пароль давали видел на первом уровне блин попробуй попробуй в там пробу их всех вообще собрать но это невозможно быть таким аккуратным чтобы их не дадить технику вражескую они под ней прекрасно ходят а и 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 потом чё принял я принял с добрый вечер как успехи продвигается у нас спрашивают кое-как успехи типа game gear я бы сказал успешно как сам гейнгир а и и и и и только с работы человек пришел там вначале до вначале была очень хорошая игра типа арка но и да которая была хорошая вплоть до последнего босса который оказался очень непроходимым он был прекрасная прекрасная версия game gear mortal kombat 3 вообще прекрасно во всей своей прекрасности теперь вот это вот собственно да в общем пока что мы на месте топчемся но собственно этого ожидаемым с генгирш из мастер-систы никто не сомневался в этом челленджи самые сложные это первая последняя ступень ну 32 все же на мега дрэв откатываться а мега драйвом как ну больше там может выпусти как тут же zero tolerance на котором будем сидеть ночами сидеть это называется будем сидеть второй непроходим был второй он вообще официально выходил так он не на середине игры нельзя пойти то что мог то у него лазить истинный монстр тоже главное обязанность зачистить все ну вот один чем мега драйв есть замечательная блин игра этот самый хамелеон кит которые дико длинные игра платформер при этом никаких паролей нет ни черта разом проходить она матовую быстрее чем заканчивается но в целом все проходили какие вот есть на мега драйв игр которые будут реально сложно пройти выяснить не брать там какие-нибудь книги авиасимуляторы забраться варлок чё вновь в нем сложного не но вот мне он явно гордость и нас нас прошел я его все время на серьги проходил я бы не сказал что она прям сложная такой принципе учитывая что там канты бесконечный сколько хош там бегаешь по этим уровнем не знаю вот фэнтези старый си 1 выпадет от конечно да значит там делал это может долго просили хотя первого нет на мега драйве со второго это на шепотника первый фэнтези старый там динамит нашел не знал куда засуну белка в дуракстве так сейчас всех спас и так кроме одного пароль может дадут я никогда не блин к дайбан блин непонятно да 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 непонятно ну ладно вы не считать что 2 ты заработал хрен с ним вот ах непонятно непонятно откуда их брать чудо образа малайзию момент вообще вода не уж реально да вообще никого не видеть на это жесть какая не похоже на человечков которые в тетрисе выходят танцевать пауза она еще на мега драйве кстати есть же самый рыбаков терминатора если там залезть этот секретный секрет вначале ты их вообще не реально ли пойти там там даже не в этом дело там последний босс это какая-то задница нет я его проходил но только с этим читом начали к там можно залезть секретную комнату там кучки жизни дают там были последний босс это башка терминатора который там хрен знает сколько времени вода фигач зачем это сделают непонятно на нового рыбакопа найдете я даже понимаю что есть люди которые проходили это все без секретов но более это сложно так на нового рыбакопа пойдете на нового рыбакопа пойдете не знаю когда он уходит в ямарелло там можно посмотреть чё бы не посмотреть там сэмюэл джексон снимается уже ради этого может посмотреть там еще гарри олдман надеюсь надеюсь сэмюэл джексон там хоть раз скажет то что рыбакоп чёрный смутиться этим там в каком-то трейлере его сначала запихнули в костюм какой-то в 80-х годах и там была фраза то что я блин какие-то в 80-е слишком давайте менять дизайн я вот эти белого тот светлый дизайн который показывал мне он понравился вот такой бы он блин был они вот этот некая шплеша скорее всего их черном привыкнуть можно ну блин вот он свет беленький мне как все равно больше нравится посмотрим почему это игры по фильмам большинстве ужасные выходят я только один пример знаю очень удачно это росомах последний которая игра получилась лучше чем фильм разы намного кровищи сколько да она сама по себе довольно неплохая вышла ну вот человек паук 2 хорошая получился на playstation который был хроники ридика я вот не играл но говоря то что да 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 кстати говоря да вот хроник я первый проходил второй так не добрался но там же потом был хд ремейк какой хд ремейк она же на а ну хроник она на нее подбег из бухты мясняков и вторая как что-то назначить в аркане никуда там все больше пока не знаю а фильм да вот сейчас новый какой-то вышел да ну да что вы наявили в темне угу говорят вин дизель может в экранизации кейна и линчи сыграть да там брюса уиллиса хотели сначала засунуть да да это о чем там разговор DLC стоит 5707 рублей что это за цифра такая вообще 5707 Это как это? Не знаю Это что, это белорусских рублей? Что это за сумма такая? Белорусские Ну а квест по Назад будущем всё-таки по мотивам Продолжение не по фильму сделано Да, это можно сказать Я вот его считаю полноценным Назад будущий 4 Ну потому что там даже сценарист Боб Гилл был Там отличный сценарий Ну первые там эпизоды Конечно отсылки имеются Но всё равно это как Самостоятельный фон Ну да, ну и концовка конечно хорошая Блин, там вообще заофигенно Замутили с этим, с доктором Брауном Потому что другим стал Так я не понял Чего это 5707 На какую DLC ты? Я не вижу Что это такое? Что это за такая загадочная? А, это комикс Вспомнил Где мужик приходит Интервью проходит И ему говорят В вашем резюме Одна страница Это вторая Там нету её А там точно продолжение Там где она? Говорит А это DLC За 9 долларов А вы приняты Там Electronic Arts Так написано Хотите почитать продолжение Отправить смс-кодом Да-да Кто-то до сих пор это делает Кстати, чтобы поставить Там на мобильник Все заставки Звонки эти У меня вот тоже интересно Это в заклама Никуда не исчезает Да, PSTS до сих пор крутят Стоп! PSTS нет На декальных Это DLC К Warframe На PS4 Не, ну подождите Секундочку Это явно не российские рубли Не может столько Делси стоить Да не может это быть Я сейчас пойду проверю Как можно Столько игр на PS4 Целый Не стоит Вы что, издеваетесь? Это как три игры Наверное Где-то Тем более Warframe Который Ну как это называется Ну я конечно Понимаешь Что он На всяких Микроплатежах Там держится И так дальше Он изначально Бесплатный По-моему Ну не до такой же степени Мне страшно Делси PS4 На сайте PlayStation Вообще там Free Download Написано Она бесплатная Но она там Это самое Ну как сейчас Многие так делают Донат Чтобы покупать Дополнительных персонажей И так далее Да-да-да Как это называется Слово забыл Но Free-to-play Ну да Да, видимо Блин Я, наверное, видимо С ним настолько смирился Что уже да Воспринимаю Как термин Донатом Называют Типа То, что Даешь денег Разработчикам За персонажей Ну это да Раньше это Микроплатежи Называли Сейчас Free-to-play Потому что Это уже нихрена Не микроплат Больше чем Сама игра Стоит включиться Ну не знаю Тут Free-to-load Где этот DLC Может там ссылку Могут кинуть Так Вот Делс инклуд Ну-ка Вот сейчас Преордер Есть Наверное Где-то 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 Не вижу Короче Какой-то Будет Коробка Видимо Я не знаю Что это Или просто В цифровом Виде Да может Это глюк Как в стиме Бывает Я цену Не вижу Ну-ка PlayStation Store Под диваном Под диваном Дерее Под диваном так смотрим смотрим аддон 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 я вижу к варфрейму 4 аддона один стоит 112 баксов другой 747 37 не на принципе все это суммирует тут конечно можно получиться столько но только это 3210 плате нушит значит там деньги какие-то игровые что я нет игру вообще не играл его не понимаю чем там суть взаимно тут покупаешь я так понял какую-то игровую валюту там тысячи какой-то платины 170 платины на наверное игровые деньги какие-то правда ну как бы окей одно это я думаю но это не дел сижня хрена это просто игровая валюта это проблема игрока что он покупает а может он типа открывается какие-то новые оружие броня и плюс счет комплекте идет и денежка чтобы купить их может быть заялась в такие игры никогда как-то не играл поэтому честно как-то вообще пофиг я конечно очень надеюсь что это до всего вообще не доберется никогда а знаете только вот для этих мультиплеерных игр вот например ладно я понял что для валюты это все это может быть и больше город пример этот самый я играл прости господи дэдспейс на айфоне вот там короче была такая фишка я там прессу можно все проходить за бесплатно не на сама игра стоит там каких-то денег не помню там есть такая фишка что ты можешь за реальные деньги покупать себе внутри игровые деньги которые там же можешь заработать то есть это как это сказать разогрели сэкономить время да я этим раз не пользовался я так нормальный ну я там правда застрял там него занимаешь я могу точно так же там просто бегать их зарабатывать то есть все равно скорее всего выбор то остается не думаю что так прямо не жестко привязывая что обязательно именно за реальные деньги все прям делать да не а я я скриншот образ я же увидел все сидел сишки там в этот там на плаченую я так понял какую-то там конкретно написано сколько заспать за который нам на пакет скриншот масс эффект масс эффект добивается играющих третью часть потом буду первую доплатим добивать я заброс третий раз проходить блин или четвертого даже чё-то не помню ой ну короче смотри у тебя сейчас есть возможность кашли да еще один рерол сделать это сразу просто непонятно как 5 пароли даже дают за сколько это непонятно последний уровень или нет ну бауля сектор ё-моё а хелсинг это ник в честь аниме просто так ну отчасти да там даже у тебя на картинке ну как раньше смотрел просто остался так она всегда и бывает что-то раньше смотришь за будешь не потом со временем до конца жизни теряется у меня когда-то никто же алукард был надо мной все издевались то что это в честь палаток алла карт которые газетные вот эти киваски еще у меня в институте все до сих пор шарахаются у меня рыцарь смерти имейл там написан я в 14 лет его сделал этих бар пользуюсь нормально да у будущего поколения будет проблема придумать новые логины ник наверное в сетях флонзер скинь скриншот пожалуйста мне вот я что-то мне так от темы отошли но все равно скинь не бродер прошел марвел лего на платину что еще из них видят посоветую властелин колец властелин колец уже вышел ну они обратишь не вышел на видео просто реклама не опросил теперь тоже наверное имеет смысл вот пластилин колец это деси где тоже с этим с картой большой с открытым миром повеселее это жесть они как-то все-таки у них по моему они берут такие с рейтингом поменьше игра так и взрослые по рейтингу взрослого они такие не адаптируют помочь то же самый был прикол когда лего этот самый игра престола блин а что никогда не сделают хочу отличная игра бы вышла я тоже считаю что отличный будет дети бы не поняли да уж это фильм и лего сейчас какой-то ведь выйдет скоро забавно выглядеть пойдут на бригинского меня все боялся то что они в лего власти не колец озвучки немного юмор упорят там убьют наоборот получилось но не там мы оставили еще он там не даже особо и не озвучивали это много фразы там нет озвучки считай там просто взяли из фильма повырезали сам плыть дорогие как раз позавчера его или вчера правда прошел вот бэтмен мне понравился что там кто знаю 2 он хорош он там не то чтобы уже бэтменом так там и супермен же вроде да там все бэтмен и все-все-все вообще козет по поводу опять же этих самых вот фри-то-плей этих игр но даже если фри-то-плей рассматривать например взять тот же вас эффект 3 я его купил когда уже вышли все дополнения но я себе купил сначала я немного ступил купился эту американскую коллекционку который на которой ни хрена европейские дополнения ставится на хрен я пошел купил себе эту европейскую коробку она стоила 800 рублей что ли на ps3 и короче когда я скачал все купил дополнения к ней вообще все какие возможны там вышла как раз вот стоимость ну может еще грубо говоря стоимость полноценной игры для ps3 то есть поэтому не саму цену это самый эффект стоит там он 700 800 рублей одна из самых дешевых блин игр на ps3 в принципе потому что одна из последних за счет дополнение вот они взгреваются не совсем при хорошей конечно политикой но чё поделать зато хоть под по деньгам не особо обижают а так я наконец-то бен ту соло скупил вам видео там была акция купи одну игру и вторая там бесплатно на выбор я бэтмен оригинс взял чё так можно любую игру что ли не а там со которой в акции участвует ну да она часто это дело там видела там и три игры бери да да четыре бывало помню я так себе один раз а вот наруто ультимейт ниндзи storm взял со star wars force unleashed вторым значит сейчас пароль те тоже не а а где не попросил элейно арк статьи порт на пока он просто в убогий вышел какой-то лагает по жесткому на любом железе практически ну вот я хочу и теперь на ps3 взять чтобы нормально поиграть уже так у этого подожди вот этот пароль dsnv ну-ка а так секундочку тут на gamefax вообще нет на 3.1 пароли ладно неважно чё было и ну артам раз дополнение были четыре счет не помню очень мне тоже не что за дополнение или были все таки или просто я может их сразу поставил или у меня может версии как это со всеми дополнениями там была какая-то правда complete эдишна или типа того уж я такую взял может быть вот да демон слойер данте с одной стороны да делся это не очень хорошо но блин если это с умом делается то это в принципе нормально а если тут игра сразу выпускается и буквально в следующем месяце тебя еще снабжают кучей делал сишек это каких-то на мысли наталкивает что они тупают продажу игры это сам слегка подрастягивают электроникарса почему с другой стороны если покупать игру не сразу ну блин говорю по деньгам не особо много теряешь если что у тебя на диске получается обрезанная версия какая остальное у тебя где-то хранится если конечно не покупать потом там полные здания насчет диуси копком как-то бред полнейший сделали там диуси с персонажами был которые уже были на диске просто нужно заплатить денежку чтобы они открылись я все никак не посмотрю делать и к этому делу сексу собственно хотя не факт что вообще в европе доступ тоже вот региональные это хрень не раздражает то что fallout долгое время в европе вообще не было там до сих пор недоступны все дополнения к третьему они только на дисках продаются это как у хрена должен второй раз еще раз fallout покупать потому что один с решил вот так что нет мы только на дисках сдадим но хотя бы диуси к третьему mass effect с концовками бесплатно сделать это да ну и кстати так и не проходил и оси которая потом про цистадели выходила там на для третьей части а там я всех уже прошел ну смысле я саму игруч не прошел уделился и все прошел забавно даже без них как-то я даже сейчас не представляю как-то так ну на 100 на 100 к сюжет вплетаются хорошо собственно как во втором там была какая-то дел сишка которая я сразу же поставил хорошо легло но верю такое ощущение что они все это сразу делать а потом блин заразы продают поделиться ну как за симс они поняли систему то же самое там для первой выйдет дофига дополнений там с животными так далее а потом выходит голая вторая часть и опять же выпускает университет там всякие животных тех же самых сейчас но что играл выходит еще актимент целый год вот блин вот если бы то реально вы когда это оправданно когда делать полноценно пункти эпизод дополнительно хотя бы не сразу выходит это видно что ну просто это делать как дополнение френ с ним правильно в этом плане но эти док делают они в интервью в одном говорили то что для второго анчарта да хотели деву сис началом сделать а потом там столько еди понесло что решили третью часть просто сделать пусть анчарта вообще странно там это самое ну или как не странно там как интересно получилось то что они потом полноценный мультиплеер зафигачили вообще отдельно да да потом еще дополнительные миссии сейчас все эти делать это как вообще там чуть не отдельная игра получилась я кстати мультиплеер за last of us так и не играл я вообще что-то блин надо его тоже добить столько игр сейчас было что ничего до платино добивать проходил инфеймос 2 фестиваль крови нет тоже тоже не проходил тоже надо бы а это кстати даже не делал си это же по-моему полноценная отдельная игра но там вроде требуется все-таки второй инфеймос чтобы его запустить она же вот так просто устанавливается независимая но я не помню может быть я ошибаюсь но говорят то что она чуть ли не лучшей второй части вышла а вторая часть мне в общем понравился правда после хорошей концовки так не мог играть потому что знал что там все чем это закончилось ты о секс чего был секс вышел обновлён с обновлённый прожих ему ах ему это же новый который но может быть вышла чуть у меня и так поле но мне так коллекционная коробка лежит обычного дел секса но те еще и еще одну коллекционную покупать я лучше скачаю когда-нибудь когда была вторая плойка все было обидно то что на нее озвучку не делали тогда практически там две-три игры только перевели считаю я на вторую плойку до сих пор диск лежит убить как там замочи всех земли как там людей как назывался не помню я понял о чем ты говоришь там с этой с бочинские стилали на озвучку на щеке вес конечно не там такое ощущение что не просто прикалывались там просто там такой матюки там через слов вообще вес как устроили нас называлась замочи всех людей у нас но где строил хуман спи пишет если она была полностью на русском там но в таком очень интересном русском хотя чуть за курсор на экране не понял это чего такой а в план сверосу зомби сыграл но первую прошел на ps3 на 100 процентов даже прошел на ps3 было не знал там на всем было просто я на поиске и пошел 2 у меня вот на айфоне есть значит я забросил но тогда как он не просто покуда ел там кстати тоже не помню вели эту хрень что там за деньги покупать надо есть такое я очень жду может они выпустят когда-нибудь такую консольную версию хотя учитывая тенденции современно они скорее всего и консольной версии там фигачат сети пути жизни скажи все этим заболеет надеюсь что нет третий уровень вот почти пол игры прошел смотрел тут есть такая видеоблогерша огне огонек она рассказывала про вот это про авторские права на ютубе и один парень вышел просто видеоблог снимал по улице шоу там какие-то птицы напели и ему короче выдвинули то что это на самом деле оказывается аудиозапись какой-то студии с этими птицами может у звука студии там какая-то какой-то контракт с этими голубями за корм да семечки буханку хлеба супер блин да они это поют на золотую семечку поэтому на улице если что-то снимать нужно птицу вырезать не в прямом смысле конечно спрашивает в red dead redemption кто нибудь играл я блин так не поиграл это же от rockstar тоже да да про ковбоев что-то как-то едет так и не путь так хотел так не поиграл он тоже будет дополнение с этими зомбаками не знаю не battlefield 4 хватило в своем видеах полетела вы видели 100 звездные войны сделали стиль аниме восьмидесятых там трейлер да но трейлер сделали там люк траве как селлар мун превращается в джедай у него место руки лазерный меч космические корабли в трансформеров превращаются да не отлично мне понравилось так по какому тарифу не раз как последний чувачок когда выходит что-то оборачивается там чуть-чуть говорит спасибо не дрова везешь тут ссылку просит меня сейчас я скину на что увидел что звездные войны скинта да конечно вот он подожди как вы это четвертый уровень 3 2 это самое к счастью 5 вруч забавно кстати что изначально звездные войны хотели назвать голубой урожай там люк стартиллер был потому что им назвали голубой урожай из того что он фермером был черес май дарт вейдер скорпиона превращается но это с вами комформирующего булзета я люк я твой отец еще оскорпиона блин прикольный ой снимок снимок наконец-то радикальный опты на мобилку что так вот прайм доступ инфер на дополнение ну все вот 5707 какой-то да да но это то что я смотрел хотя я смотрел там по-моему то же самое был за 100 чем-то баксов что-то пункт накрутка не хреново как обычно а хотя нет там было 2000 там не 3 125 зачем такие цифры 3 125 чу-минус 125 чу-минус 3 200 например и 125 ну короче блин не знаю я настолько вот это все не выношу вот эти вот все микро платежи которые переросли уже в макро платежи онлайновые замут и настолько от этого далек даже прикасаться к этому ну это как властелин колец доту сделали там тоже если хочешь нормальные вещи своему персонажу покупай вот 75 платен студии у нас 7 рублей стоит ну подождите когда дима калькулятор опуск все программы калькулятор такси 3125 да не 3125 делим на 75 включаем 41 и умножаем на сто девяносто семь рублей а вот кстати говоря кстати говоря это даже дешево получается 5707 рублей за 3125 платен как-то это стоит 8208 рублей ну все надо брать выгодная сделка прайм доступа инферно скорее всего куча платины который блин как же тут тупо жара у тебя стима нету ну там есть там если зайти и у меня там такой доброжелательный это сам надпись по моему я не помню кто я там продажар какой-нибудь в принципе есть но я им не пользую но понятно если playstation то есть там нет я его один раз наверняка один раз я его когда сам игру брей ты хотел поиграть когда еще на плойке не был я и вот на пока прошел ради этого я steam собственно потом я для того чтобы платину портале втором портал тоже можно это но пока и плоти играть да 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 там есть теперь это все больше я даже не помню зачем а ну наверное что то я еще искал плавил там еще не помню раньше у steam это ты был считай просто чтобы зарегистрировать игру онлайн и играть в counter-strike там и half-life 2 ну да 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 короче мультиплеер такой системы место да да у меня там даже значок я 7 лет уже с ними через недельку вальсе будет демон слэр данте да я собирал детстве бутылки как собирал не коллекционировала ходил ходил поэтому как там футбольный матч у нас горы там на стадионе закончится мы собираем идем сдаем и попкорн все покупаем жрел на больше фантазии не хватало попкорн тогда был еще редко все бутылки из-под кефира такие стары еще собирается сдавать на еще одну банку кефира кефира мы собирали эти крышки мы на них играли покупка откладыши кладыши кладыши как же без кладыш но я все проигрывал в школе не очень хорошо играл поэтому блин меня кучу блин их просрал выменил там на все подряд сутки а ребром ударил пластику вниз не подкладывай у меня редко нас за 2 идет у него задержка перескидываемся я считаю что тут наши игроделы они неправильно действуют надо выпустить давно уже отечественную игру кладыш сидишь мышкой так хрена открыл жвачку а еще лучше выпусти на iphone какой-нибудь и тачпад надо бить по экрану я не буду переворачивать очень так типа вложения такого было офигенную дочь по поводу текану об стол интереснее же будет так вконтакте было было приложение вкладыши там turbo love is были всякие это третий сектор или что это до 33 на последний зону блин уж после не может тут реально после даю порой после прохождения всех туда а я понял были ладно мы будем считать что это не считается ну короче ладно я будешь дальше это не видел короче на кимфакс пароли даются которые просто в игре не даются а на самом деле пароль дается после каждых трех уровней поэтому там и нету паролик 11 там 2131 там сразу со второго план пусть дальше летает уничтожает летающие усы тут на одном диске громаде посмотрел во что играли до 20 лет назад там поле чудес это досовская была где-то сникерсы давали всякие да да просто там рассказали то что на студии поле чудес реально письма писали то что а где моя крышка от унитаза а я кубович не думаю недоумевал какая крышка унитаза а я один дня мама троллила в детстве где раз вот передача была позвоните кузе и я все ждал ее по нтв никак не показывали ну позвони на нтв может он заболел я взял справочник начал туда звонить спросил их а где кузя какой кузя прям заболел и они сбросили что ты чувачков не подобрал они не достойны а мне не подавать без верев а где веревку взять пока выпадет и слежу за процессом чапку двери смотрю но не врубаюсь внимательно высоко интеллектуальная игра вы смотрели фильм 7 психопатов нет миша что случилось еще с метоном о господи опять за 1 потом все утром пароль не дают вы скажете уровень но многие факты видимо они такие секретные там просто на геймфакс есть пароли там на восемь жизни еще и тогда это видимо тоже из таких вот в не умерли шиши я не понял и поднимал там нет друга стукнулся удачно а буковка а что дает вот веревку про руку а а а а У-у-у-у-у-ой А эти облака, то есть, теперь не убивают? Нет, леток грозовые Ммм Нет, а они как? Они... Как-то внезапно грозовые не становятся? Нет, они определенно просто летают Черт, не в тех Ну да А, стоп А, да, все правильно Тут же на Gamefax есть и просто пароли На второй, третий, четвертый, пятый, да, все правильно То есть Два вида паролей Одни тебе не дают, другие дают Так что, если что, можешь не записывать Они тут есть И они совпадают Вот тоже самое ДСМ У СДК Ну я пока чуть дальше не прошел Да Говорят, надо было первую игру добивать, ну не знаю, не знаю Не фак Так Такой С таким боссом я их добьюшь Да Сидели бы сейчас, наверное, до сих пор Проходили, наверное, уже раз двадцатый При том, что там еще каждый раз игру заново, наверное, уже просто там взбесил Писал в ней Писал в ней были пароли в той игре, что был бы смысл У тебя на коробках, где на хрен пароли? У тебя в кончу не бесконечно Да хотя босс не такой попрыгучий был бы Да хотя бы одна форма у него все равно Много всего могло бы быть, чего нет В какой игре был самый реалистичный дождь? В смысле реалистичный? Ну не знаю, самый красивый, да, лучше сказать Я припородору GTA 5 Я еще не играл в GTA 5 Так, может Там хороший дождь Блин, я даже что-то и не помню Я еще со времен как-то на DSP прошел И стал играть в GTA 5 Это неинтересно А че, в этих каких-нибудь... Господи... Call of Duty каких-нибудь там дождей не было? Уж там тоже должны были красивые Да были Не припомню Ну вот в Heavy Rain, кстати, не такой, что хороший дождь был по мне На ливень не похоже, по крайней мере На ливень не похоже, по крайней мере Что-то не понял Ну я там GTA Stream смотрел, там очень даже прикольный дождь М-м-м М-м-м-м Причем он льет не сразу, а постепенно так начинается М-м-м-м М-м-м М-м-м М-м М-м-м 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 М-м-м-м М-м-м М-м-м-м М-м-м-м-м нравился всегда. Такая пурга прям. Снег мне понравился в Beyond как раз. Вообще там зимний. Атмосфера охренительная просто. На северный полюс там куда-то лезешь. А Beyond по атмосфере он больше в Фаренгейт напоминает или в Эверейн? Ну, блин, ну, сам по себе скорее. Больше, наверное, все-таки в Фаренгейт. Там мистика. Ну, да. Там просто очень много разных этих локаций. Там не в одном месте все происходит, там дофига. Ну, да, и временных, типа, переходов. Так, что-то у меня стрим повесил. Ненормальный. Блин, у меня, значит, что-то. Ну, кстати, снег все-таки попроще сделать, чем дождь-то. Ну, да. Их, пар церков нафигачил. И падает. Дождь. Трелес... Ой. У меня, блин, стрим реально пропадает. Че-то суть. Сейчас. В этом дом райзер, которого новый тоже дождь, нормальный был. Со снегом. Не играл. Просто в игромане напоролся на топ-десятку зимних игр и начал думать об этом все о дожде, о снеге. Там и в Скайрим, естественно, засветился. Серегу, то есть? Какого Женьку? Я Серегу гонял. Серегу я закончил, да, слава богу. Или сам себя закончил. Так что, нет. Женька как раз победил. Серега закончился. Я уж не помню, кроме кросса один на двух или на трех дисках был. На двух. Ну, собственно, этот даже там у меня вот в этой версии было. Надо было диск менять. Угу. Второй. Не, у меня просто был первый диск. Второй не было. Не надо ее достать. Блин, это печаль. Так, это совсем неприятно. Помню времена, когда выходили пиратские диски, там где-то два диска в один сжимали каким-то образом. Ну да. Любили они это дело. Ну, каким образом? Они музыку там жали. Ну да. Чаще всего это было то, что там аудиомузыку, аудиомузыку, аудиомузыку этого. CD-треки в mp3 какой-нибудь переделывали. А, ну. Или что-то типа там. Не mp3, а там как они назывались? Не помню. В M&A там. Нет, там CD были. Но они очень сжимали либо удаляли. Чего-то не стало. Да, еще. Видео жали тоже. Да-да, вот. Как раз Enter the Matrix у меня на двух дисках один был, другой на четырех. И в петра на двух дисках там, короче, не менялось качество графики вообще. Потом на PlayStation купил их себе все равно. В Minecraft с некой тоже зачетно. Они лучше Next Gen. И Terrarium можно вспомнить. Call of Duty кстати новому. Выходила сейчас DLC бесплатная правда. Это там или патч это был. Короче, они шерстью собаки там улучшили все. Чего? Шерстью собаки они детализированные более сделали. Они как-то на ней повернулись. Ghost что ли? Да, да, да. Подожди, так они же изначально хотели там супер какую-то собаку сделать. Они еще лучше сделали? Да, типа еще лучше сделали. Постойг они за кошкой. Кстати, в концовке Heavy Rain у Джейдена у этого ФБРовца я так и не понял какого хрена он танки в конце увидел. Какого там вообще накрывало? Ну все, даже без наркоты уже. У него там все, у него мозг конкретно уже повредился. А, ну понятно. Ты можешь там постоянно говорить, что не принимай это больше! там бармен, который появлялся у него Сияния напоминал Кубрика. Я, кстати, до последнего не верил, что Кубри есть им Сияния. А. Кстати, единственный человек, которому... Ну не единственный, а, короче, самому Стивену Кингу не понравилось, как Кубрик снял Сияния и сделал ТВ-версию вот эту. Из трех серий, что ли, там. Ну, какие-то сериалы у Стивена Кинга, это и так понятно. Ну да. Вот мне понравилось, как ностальгический критик сделал игру пьем со Стивеном Кингом, когда клише какой-то, типа, персонаж писателя алкоголик, алкоголик, мать там, католичка какая-нибудь свихнувшаяся. я в самолете смотрел Кубрика фильм Одиссея 2001 и там с ума чуть не сошел. Чего-то смотрел когда? Одиссея 2001 Кубрика Да. Там это интересное кино. Да, но он психодоличный такой. Блин, а когда-то на самом деле не знаю, может сейчас просто кино как-то поменялось. Вроде его особо и не задумывал как что-то такое, просто фантастическое кино снималось с новой какой-то визуальной такой с визуальными подходами. Ну да, когда космический корабль летит минут 15 просто на экране. Там с музыкой все так связано. Кто-нибудь сегодня залетает. Вертик. Ну это правда только поначалу, там последняя это такая больше сюжетка с этим халом компьютером бортовым. Нам учителя рассказывал один в институте то, что в те времена когда показывали ADC они короче дым запускали в кинозал который марихуанский был. Чтобы люди там совсем их накрывали когда там летили сквозь пространство. Надо было сходить на этот фильм но я туда не родился печально. Да. Ну вот он рассказывал он сам там был он говорит я тогда просто познал жизнь. Блин, почти 23 часа а игра все еще тут. Это нормально. Не, ну я думаю сразу после этого человека начнем. Да нет, сегодня добить. куда уж там. Хотя бы первую платформу. А там потом продолжится этот ведь челлендж когда все пройдут. Естественно просто группу сделали чтобы Сегу разыграть. Разыграть так звучит как будто под колодь решил. просто понимаешь кто-то должен все равно будет начать весь этот челлендж полную версию двадцатью двумя платформ кто-то должен 24. 24. кого-то придется на это потому что я морально пока не готов а кого-то надо будет а что не готов давай начнем блин я только мне бы этот не последняя ступень этого галклит осталось я еще пока не хочу больше пока 30 секунд я курс делу секунда не учитываем все Александр какой-то неадекватный мне вопрос задал я не очень понял она существует все знаю ли я что-нибудь о игровой консоли а какое именно только бы может он про сергу я не знаю я не понял кстати а ведь серга изначально делали так скажем этот в-моут просто так его и не доделали потом нинтендо взяли и доделали ну да а сега зачем его делал она для дримкаста его изначально делала как дополнительный контроллер блин да у нинтендо была пауэр глоу с которой можно легенда зельды 2 пройти несмотря на экран все эти приблуды это все им давно уже был таки не пол про какую консоль то я что-то знать должен какой как ну расскажи про какую-нибудь давай про зиму расскажи кого про зиму там не знаю про китайцев пидараса все ну да что там знать ой вернулся походу у меня вот кстати лежит мне на день рождения подарили в ей для бедных которая как сега 16-битная чего ну коробочка такая там сразу в ней встроены сенсоры вимод китайский и там игры типа боулинга и так далее они 16-битные просто а я видел кстати в магазине что-то такое лежит мне вот подарили охренеть может оружие отравился везде купить кстати где как можно подешевле в Москве разыскать 3ds какой-нибудь 3ds в Америке 120 долларов стоит могу замутить ща посчитаю а доставка сколько на доставка ну я приеду сюда привезу естественно потому что оттуда там дороже намного будет а так слово почты россии отправлю тебе ну блин без игр я очень сомневаюсь что сейчас где-то в магазинах дешево на каком-нибудь молотке есть да не там-то есть на амазоне на всяком не ну имею ввиду в Москве ну в Москве да еще актуальная консоль прощенных версий но если только 2ds взять ну 2ds в принципе можно на самом деле не вижу почему нет блин мне нравится то что она не склад это комикс такой был где девушка приходит техподдержку нинтендо у меня проблема с 2ds какая она показывает пополам словно типичная а про зиба что такое зиба я знаю зизиток он консоль какая-то зиба сейчас посмотрю что это а ну это примерно что я вот и рассказал кажется хотя нет зиба какая-то зиба сейчас посмотрим зиба бразильская консоль какая-то чё за игры господи ну нифига там контроллер это какая-то бумеранг какая-то а как для playstation третьего чтобы об стенку не разбивался он тебе в лоб возвращается там такая мстящая консоль чтобы не швыряться и он тебе возвращает тебе в морду офигеть у него 160 мегабайт оперативки это круто психанул кинул не буду больше играть да это просто какая-то консоль которая эмулирует другие консоли ну да получается так я об этом подумал сначала консоль консоли еще монитор прифигачить осталось ну я видел смотрел не помню где то ли дэди там что эмулирует делали чего магазин какой-то там ну и сеги делали аркадный автомат дотик перегаливали там реально не хватало монитора и все играй курсор курсор на экране кстати да что это за курсор что такое интересно такой курсор что-то темы сложные с виндухи загадочный курсор президент evil 4 выходил на этой зибе ну окей он на чем только не выходил уже помню когда-то был эксклюзивом этого геймкуба я так переживал ну он даже у нас в россии оказывается эта приставка в 2013 году появилась зиба у нас фигни продается он зайдешь в какой-нибудь детский мир там блин мне смешно смотреть какие-то картриджи для сеги причем таких не в упаковках ну не в коробках как в отдельные а в каких-то в этих не знаю как это называется пластиковых таких прозрачных лежат в кейсах ну знаешь как обычно там запаковывают всякие бисеры всякие пакетики что ли нет прозрачный бокс пытаюсь найти которые короче сложно разрезать еще ножниц а понятно вот в таких картриджи продают в таких еще продают ножницы да нужно еще ножницы не открывать в итоге в каком виде только не был я больше всего сейчас этих сек вижу вот именно в этих всяких магазинах ну понятно что там если брать какую-нибудь техносилу где там все эти дэнди джуньеры стандартные тоннами валяются а вот именно в каком-нибудь детском мире там в таких сетях а вот сеги такие портативные сеги еще сеги дэнди не м ушел не ну не м мега драйв x лежит белая такая брал свое время Я больше всего мечтал об этом виде машины. А сейчас продается еще, я помню, в МВидео видел. Новость видео, где один мужик в Британии купил себе фотографию Xbox One за 500 фунтов, потому что не прочитал, что эта фотография подается. Это сам торрент на диске купить. Торрент на диске? Не видел, выдавалось там, что 10 рублей. Этот диск, весь интернет? Не, просто торрент программы. А, господи. Интересно. Как я себе представляю PS5, как-то мне вообще... Мне вообще, не знаю, если про внешний вид консоли, то мне как-то вообще параллельно. Еще тоньше и меньше. Надеюсь, что это будет все еще на каких-то носителях, они цифровая. Все-таки хочется каких-нибудь дисков. Или хотя бы флешки какие-нибудь, как вот с этой свитой сейчас сделали. Какие-то маленькие хреновенькие. Ну, хотя бы так. Понятно, что как альтернатива цифровая это нормально, но, блин, отказываться полностью не хочу. Хочу коробки, блин. Их складывать уже нечего, некуда, все равно хочу. Я помню, когда PS3 еще в разработке был, они показали геймпад, который как раз в виде бетаранга такого был. Ну да. Там народ разорался, а вы демоны. Ну да, важный вид геймпада и насколько он удобный. Ну, с другой стороны, например, вот я получаю эстетическое наслаждение, когда лицезрею GameCube, например. Мне он просто нравится. Нравится у него открывать этот диск, смотреть. Просто приятно, дополнительно. Кайф. Он просто классный. И в то же время я, например, совершенно не выношу Wii. Я вообще не понимаю этот дизайн. У меня стоит, и так положишь, поставишь как-то. Ну, сидя ромблинг поставили мне. Из компьютера выдернули. Да, у меня на подставочке стоит. Ну, да. Ну, в целом, как-то, на самом деле, пофигу. Мне просто у этой подставки еще синяя подсветочка и зарядник для геймпадов. Что я? Не, ну, конечно, если там начать что-то там лепить. Ну да. Да это Китай-бабай, естественно. Это как дурацкие эти насадки там продаются. Типа ракетку там насади. Хочешь богат фантазии. Да. Главное насадить. Блин, Бас, я не верю. Я не верю в это, что ты говоришь, что мануалов не будет больше вообще. Да. Я как раз вчера девушке своей давал подержать новые DVD-диски и старые. Как там мануал веса коробки придавал. Блин, я не знаю, что это за... Неужели на всех, у всех PS4 не будет мануала? А если коллекционка какая-нибудь, что там, по мануалу? Ну, артбук точно будет, я думаю. Ну, с другой стороны, да. Есть, конечно, такая тема, то, что мануалы все довольно бестолковые по самое время выпускались. Вот, например, взять там игру, я не знаю, например, вот, почему это, вот, Mass Effect 3, вот я достаю мануал. Тут мануал, это просто, это самое, описание кнопок на контроле. Все, больше ничего нету. Если такие мануалы, то нахрен они не нужны. Не прописали ничего, не описание. Это так мне в мануалах вообще нравилось. Там, правда, никогда не пользовался, в конце было страница 4, типа, для заметок. Может быть, писать что-нибудь. Да, отличная игра. И потом опять это кому-нибудь отправить. Так сейчас, да. Ну, блин, мануалы разные бывают. Но в целом, не знаю, вот были мануалы, например, Metal Gear Solid какого-нибудь, где там мануалы аж целые комиксы вставляли. Да, да, что-то такое помню. С сюжетом. То есть это одно. Причем это обычные мануалы, и ты там, какие-нибудь артбуки. Ну, вот у меня Готика 3 лежит, и там в мануале описание, персонажей, там каждого в биографии написано даже. Мир, там, предмет у всех. Или какой-нибудь этот, Мэнхант, я помню, первый, у которого там целый, типа, мануал был сделан в виде какого-то этого, как это называется? Записки сумасшедшего? Нет, там каталог как будто какого-то магазина, где там можно покупать все эти приблоды все там. Здорово. Оригинально. Ну, правда, все, ну а у пойдут, что захотел, то и написал. Для себя же. Это, в Дэдпулы играли? Да, проходил. Просто мне нравится в начале обучения. А тыкни эту кнопку, что она делает? А это что? Ой, 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 ачивки сразу летят, а нажал на кнопку. Интересно, я не знаю, диалогов только. Угу. Нет, в Дэдпулы комиксы забавные еще. Не знаю насчет мануала. Я вот до сих пор, вот меня все-таки не покидает такое ощущение, что это в Штатах все-таки мануала не оставит. Там все, там всегда в форме коробок было такое более задроченное. Они как-то вот любят это дело, чтобы все-все-все прям было, все. Там даже DVD обычные там диски, какие-то американские возьмешь, там все, там даже замочек есть там на диске какой-нибудь. Если взять, не дай бог, диснеевский диск, там вообще, блин, внутри картинка, снаружи картинка там чуть-чуть вложат. Может, это все-таки, может, это все-таки для Европы так, может. В Америке вообще я помню, когда 8 лет назад первый раз там был, даже 9, наверное, уже, и купил там себе Star Wars Republic Команда, которую у нас не локализовали. И он сначала смотрел на прилавке, он лежит в 2D-боксе обычно. А мне потом бац, на кассе его дают, там в картонной коробке там оказалось, а его положили туда внутрь. То есть у них там даже давно обычные игры на CD-дисках были, когда они всегда в коробках каких-то были больших. Ну, вот, кстати говоря, да, тут пошли это самое про Rockstar. Например, в GTA в 4-й был офигенный, там карту вложили, по-моему, всего. А, да-да-да. Блин, неужели даже от этого откажется, это же клево. У меня у Мафии 2-я в коллекционке, так, карта. Какие-нибудь там, не помню, в Обливием в Скайрим вкладывали, что-то я уже не помню. Скайрим. Там дракончик был классный, фигурка. Не, ну это да, это уж совсем крутое издание, ну да. Это как в комикс даже был, где чувак как в пиле просыпается, там по телевизору вещает, если ты хочешь получить свой подарок на день рождения, раскурай желудок своего друга. Я такой, слушай, что там у тебя, там коллекционная, Скайрим с дракончиком, нож такой достает, прости, чувак, да не-не, я понимаю. Так, кстати, видели, где песню Скайрима, услышанную русским человеком? В смысле, этот самый... Ну, субтитры поделали там. Ну да. То, что слышится. Это называется-то как-то, блин. Не помню. Есть, есть, какой-то термин я забыл. Погоди, погоди, на часы посмотри. Вот опять голову потеряла Москва. Вообще классно там. Каждое слово слышится. А теперь у меня сейчас девочка как раз с Карим сидит, просто играет. И я вот каждый раз слышу этот давокин, и у меня сразу погоди, погоди в голове. Да. А, вот, Ubisoft на PS4 и на Vito печатают. Подождите секундочку. О, стоп. А, Бэтмен это у нас... Кто издал? Warner Brothers, что, блин? Прямо, что? Warner Brothers вроде, да. Ну да, и Бэтмену я взял, у меня там хрена лысая. Причем коробка же сделана, это и новый дизайн коробки, она до этого не использовалась. И там предусмотрен, ну, этот, куда мануал вставляется. А. То есть они явно планировали, что мануал был. Чего они? Мне нравится коробочка Heavy Rain, которая вот как будто в дожде такая. Она у меня лежит. Блин, у меня обычная коробочка. А у меня с капельками. Там еще внутри листочек, из которого вот этого утенка можно сделать оригами. Ну, это все как правило. Подожди, подожди. А может, у меня тоже такой? Я что-то уже не помню. Картонная она. Вот оригами я помню, она точно была. Ну. Там еще у меня листочек был с кодом для DLC, который вот этот таксидермист. Какая война к нам идет. А, вот еще один аженец. Который полдор, если выпадет, то еще весело поиграть. Хм. Слушай, а у меня обычные издания Heavy Rain, и там тоже это оригами везут. А, ну, там просто еще вот листочек был с DLC, таксидермист для саундтрека. У тебя, видимо, какое-то позднее издание, потому что этот таксидермист, он позже вышел. Ну, наверное, да. Там еще на саундтрек вот это еще код был. И на анимационную тему для пейстейшена. Я больше всего не понимаю, когда выкладывают вот этот вот код на саундтреке. Я их вообще никогда не качаю. Я понимаю, когда еще там... Мы раньше диск бонусный с саундтреком вкладывали. Да. Ладно, хоть как-то, блин. Угу. Это код... Ну, это с Rayman Legends, они, кстати, вот в комплекте клали диск. Вот у меня такой лежит. У меня к этому, к Persone 4, по-моему, диск был. Угу. Ну, так зачем она на Плейстейшене, там, не слушая музыку? Чем более, да, кстати. Причем Плейстейшен, по-моему, не предусмотрено это самое параллельное использование. Ну, там можно сделать, чтобы она, типа, файлы... Общие файлы делать, вот. Ну, с этим еще там такая морока, я смотрел. Блин, накашляю, но у меня альта почему-то сработал. У тебя голосовое управление, что ли? Я не знаю. Windows 8 тоже с Kinect-ом встроенным, наверное, какая-то. Странно было, правда. Свернул, свернулся. Да. О, а Тони Монтана, у него, это, Move Edition, там оригами не было. Вот так вот. Это у Хиви Рейна, видно. Печалька. А так, патч выходил вот этого Хиви Рейна. Ну, для мувы. А просто это из Дани Смолу, там, они минут 20 геймплей добавили. Ненужных моментов, на самом деле, вообще. Типа, как Squad Shelby, там, вначале паркуется и через мусорку перелазит, чтобы в мотель зайти. И все. И там просто нужно вот так руки правильно поставить, чтобы он протиснулся между мусоркой. Обойти здание, короче, он не подумал. Нет, все равно, как этот мнух, я... Ну, блин, тут, не знаю, я в свое время и ай-то это в PS2 не оценил. Ну, вот я сначала думал, что они сделали этот спорт для PlayStation, это круто, все дела. Да, это все хрень, это та же самая, господи. Ну, не знаю, и под мув прикольно только играть, вот, как по мне, это вот всякие эти... С пистолетом, что-нибудь. А, ну да, киры. Ну, да, где это, ну, на элементарном таком уровне, где ничего не напрягает, просто стреляешь и все. Как только пытаются что-то сделать, там, типа чем-то управлять, там, еще, не дай бог, вперед-назад руку двигать, это вообще пипец начинается. Ну, вот мне, кстати, на Wii очень понравился. Звездные войны в Force Unleashed, потому что там реально себя джедаем чувствуешь. Правой рукой мечом машешь, левой рукой душишь, там, отталкиваешь всех, молнии пускаешь. Жестеный, я пытался метать, как в меч. А, да. Зажимаешь кнопку, махаешь, и он кидает его. А так они мув забили, естественно, просто начали в игр там ставить галочками. Можно с мувом поиграть, тот же Infamous второй. Помахай гилкой. Я на YouTube какую-то видел игру, на Wii, в виде комиксы, мне тогда понравилось. Молнии комиксы. Этот самый, как его, блин, как он называется? Черно-белая такая. Да-да-да. С бензопилой которой? Я уже не помню, давно уже видел. Ну там мужичок такой, да, дебюси. Да, понял. Вангер Бук. Ну это, 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 Джон Роллинг, типа, Гори Коттер, себя почувствую. Нет, это, конечно, интересная технология, но, блин, попробовать разок можно, но, чё-то, как-то... Ну да. Ну да. Неменно так. Хотя я на платину этого добил, у меня, ну, собственно, я айтой, когда новый купил с этим, с айпэдом этим. Я его даже на платину добил. Как-то можно на платину этого зверенка добить? Ну, не, ну там же дофига мини-игр всяких. А, ну да. Я умираю, когда у меня ещё 4 жизни. Мэд Ворлд называлась игра. Мэд Ворлд. Ворлд, короче. Мэд Ворлд, это песня хорошая есть такая. Я помню, как я в Лондоне пошёл на это, 2012, с друзьями, и там показывали трейлер Гирсу Форн, на гигантском экране в Аймаксе, я просто сидел, у меня челюсть отвисла, это круто так было. Тем более, то, что это ещё я в первый раз увидел, что в кинотеатре, в принципе, игру рекламируют. Ну вот, недавно ходили на Хоббит, и там рекламировали в Марио и Соник на Олимпийских играх в Сочи. Чего? Марио строит там, наверное, эти объекты. Наверное, достраивает. Да, ну и Соник быстрому материалу там бегает, таскает. Создай свой Олимпийский парк. Соник непонятное для управления. Машин нема забавная была, где Соник в других играх появляется, типа пытается где-то заработать. Видео, которое? Ну, мультики вот эти, там, три сезона, кажется, их что ли. А, Соник на прокат? Называется. Да-да-да, по ХР, типа, наймом. Нет, там первый фильм посмотрел. Ну, забавная тема такая. Так, поугарать можно. Угу. Ну, потом, естественно, как обычно, слишком много и сдулись. А, мне еще это нравилось. Элитный мир по контр-страйку, где террористов и контров просадили там в одном доме жить, а не как вот дом 2, типа того, того не происходит. То есть, всякого можно найти. Да. Ну, мне даже нравилось, я все, даже петицию с ребятами подписывал, чтобы они новый сезон там начали делать. Да, Серега Мэн, мы еще тут. Вертолет летает. Синий улетит. Нет, вон, непонятно, почему я вздыхаю, да, просто так на ровном месте. Завдам овер. Там убивают, по-моему, этих самых заложников. Видите, враги. Не, ну, у меня еще 4 вертолета было в запасе на последнем конте. Загадка. Может, когда всех заложников убивают, ну, не всех, а эти. Определенное число там вообще, это, значит, уже все, хана. Здесь кон сразу сливается. Может. То есть, ну, тебе как бы спасать уже не было. Ничем. Не, ну, ты можешь прерваться, потом у тебя пароль-ка есть. Взрывает, что кто-то дальше тебя продвинется, блядь. Да, давай перенесем, в общем, пароль. Сейчас-то, наверное, науки из-за 9 часов 10. Ну, я о вас только не встану. Во сколько? Не, вот ты начинай тогда, там уж подтянемся. Ну, там 10, начну, где-то 10-11 так. Ну, и завтра в это время к друзьям уеду уже, к сожалению. Ну, тоже потянешь, как сможешь. Да, там Master System будет второй, сразу. Ну, если ты два дня подряд будешь стримить, то ладно. Ну, все тогда, до завтра. Давай. Давай.